...и государство никакой бизнес не имеет, правильно? Да Вот павильон, оно должно быть шаговым доступом для граждан То, что в улице нам предлагаете, там посмотреть никакой инстаграм втрое вообще нет Там вообще людей нет Зачем куда нам павильон поставить? Для чего? Для чего? Для логистикой? Конечно Соглашусь Почему? Потому что если вы поставите комфортабельнее по одному дизайн-коду, со всеми условиями А павильоны? Там нет пешегорода, никто не пойдет туда Там не ориентабельные Можно я добавлю? Там, где ставится бонус Ну просто опять, я говорю, немножечко вот приводить И кроме того, Игоря Петровича, но Улица Кравченко, прошлый год проводилась благостройством Реконструкцией ее Полностью И наши объекты, то есть вошли, то есть получается, они проводились нашими объектами С учетом наших объектов А какого проблем возникли, я вообще не могу понять дальше Нас в том году собирали не раз Понятно, был другой глава города Потом исполняющий обязанности главы города Собирал, дизайн-код этот нам предлагал Мы все приходили, советовались по цветам, по всему В этом году нам просто закупили материалы, не успели сделать В этом году, в феврале нам озвучили, что наши павильоны идут под демонтаж Просто как бы непонятно нам эта ситуация По улице Лапенково, я говорю, очень много там павильонов было Спору нет, много павильонов, которые стоят, ну действительно, в таком плачевном состоянии, никто не говорит Но если действительно павильоны стоят, ну, в нормальном, как бы и мы готовы к любому Мы с ГИБДД разговаривали, что ГИБДД вам сказали? Мы не разговаривали, потому что если вы... В вопросах нет, если вы нам скажете, если ГИБДД дает добро... Нет, неправильно ГИБДД озвучило о том, что ваш павильон попадает, крайний павильон Попадает в треугольник, где сегодня он препятствует по организации дорожного движения Вот что... Поэтому обратитесь официально с ним письмо Не то, что, я сказал, переговорить Официально обратитесь, что они вам ответят И ко мне уже, соответственно, с этим письмом приходите Хорошо Ну хорошо, Игорь Петрович, как вот мы с вами подходили к павильонам, да, почет, например Вы выразили свои мины о том, что крайний павильон вот в треугольной видимости загораживает А дальнейшим павильонам, которые стоят, будут с ним соглашаться По ним и какого вопроса еще? Я соглашаюсь Ну, вы сказали, что треугольная видимость крайний павильон мешает? Ну, если крайний павильон убирается Не мешает тоже, значит, не я сказал, а ГИБДД сказал Вы обратитесь к письмам на то еще раз ГИБДД А у вас сейчас прошло, когда благословство проводилось То есть там просматривающий перекресток Еще раз, я не знаю, что там три года назад было Сегодня я спрашиваю мнение федеральных инспекторов Не просто, Игорь Петрович, так, а ну-ка скажи, они могут или нет И он сегодня подготовил письмо официально на меня о том, что, значит, эти павильоны нельзя ставить, потому что они входят в треугольник безопасности Поэтому вы обратитесь, пожалуйста, к ним Если они вам дадут другой ответ, но... Ну, соответственно, я тоже пока не хочу Только я не понял, что вы сказали, государственник, значит, и при чем здесь это... Нет, в том, что я... Бизнес, НТО, он должен находиться шаговым достойным для граждан Правильно Если там нету образных граждан, ни пешеходных дорог, ни... Там народа нет, для чего там павильон поставят? Для чего? Чтобы было... Четыре дома и частный сектор Чтобы было... Если у вас цивилизованно устроена торговля, люди пойдут к нам Пойдут к ним За эти нить пойдут и трачатся Маленькая рода, видный город, значит, получается Трачатся хороший город Просто другое сами... Мы делаем то, что, значит, загоняем все в угол И делаем те условия, которые, к сожалению, значит, отталкивают Ну, хорошо даже без того вопроса Но... Я соглашусь, что они у вас в целом Вид... Вовнутрь не заходил, не знает Вид подобающий Но... Мы возвращаемся к тому вопросу Мы наводим везде порядок Условия для всех одинаковые Так, пожалуйста Я разрешу Ну, давай Игорь Петрович, расскажите, пожалуйста Администрацией города вообще прорабатывался тот вопрос Да вы присаживайтесь Услышал на один из болезненных вопросов по сетям Четкий ответ от директора теплосетей Когда дискуссия зашла у тех объектов, которые стали капитальными И он слышал четко Как мы будем решать с ними проблемы? За счет собственников мы предложим вынести сеть Прорабатывался ли городом вопрос по тем торговым ли там По тем объектам, которые не подпадают под треугольник безопасности Или имеются иные какие-то нарушения, помимо нахождения на сетях либо в охранной зоне По возможности выноса этих сетей И решения проблемы и сохранения рабочих мест Мне кажется, это компромисс, который смог бы решить эту острую проблему Ну, то есть, если, например, торговый ряд готов за свой счет вынести сети Ну, и закончить эту проблему Замечательно Дизайн-код это красиво Только всех плюс Шаговая доступность Опять же, судебная практика позволяет такое делать Могу сослать конкретный номер, где он Нет, ну, перспективы, то, что вы сказали Наверное, это имеет место быть Вот Имеет место будет на сегодняшний день Для этого нет Я вас прошу вас Спасибо Я просто реплика много лет отработал на производстве И вот я с точки зрения практики Как это сети перекладывать И таких мест, к сожалению, у нас, где нужно там Сети находятся рядом с объектом Это что у нас это будет тогда? Конечно, это все нереально Ну, с ума сойдет Конструктор Представляете, как вот Олегов Подождите, ну, Валерий Юрьевич сказал, что Мы будем ставить вопрос Это же не мои слова Я их повторяю Мы будем рассматривать вопрос выноса сетей Где это возможно? Ну, почему это не сделать? Где невозможно? Ну, вопрос закрыт же все Невозможно Если возможно Правильно надо подходить в динаме Если это в одном месте, да? А когда вот этим вопросом нужно заниматься Будет повсеместно Вы сами представляете? Сколько нужно будет работать? Сколько нужно будет работать Если Быстрее предпринимательство Сообщество готово за это платить? Почему нет? Вот вы понимаете, я могу с вами не согласиться Обычно, когда мы собираемся какое-то собрание проводить По тому же подключению по воде Жители голосуют Все, давайте Будем собирать деньги Будем подключаться Как только дело доходит До финансов До финансов И все И потом остаются три человека Согласны с вами? Конечно, согласны Согласны Поэтому касается Мы готовы вкладывать Не надо за всех отвечать Надо отвечать за себя Я готов Другой скажет А я не готов Третий скажет А мне это не надо Я тут завяжу Ну это Я высказывал Вы имеете право свое мнение высказывать Я тоже высказываю свое мнение Да это крах малого бизнеса получается Спасибо Крах малого бизнеса